добрый вечер дорогие друзья добрый вечер сейчас я подключу instagram прямой эфир и мы с вами начнем вижу себя пишите в чате как меня видно как меня слышно чат находится с правой стороны добрый вечер дорогие друзья хорошо пишите как меня видно как меня слышно сегодня мы будем работать по очень интересной теме прямой эфир включен instagram сегодня у нас будет медитация интересная добрый вечер пишите как видно как слышно и мы начнем сегодня мы будем беседовать как достичь дохода сто сто пятьдесят тысяч рублей потому что эта сумма такая на мой взгляд которые люди перешагивают и доходы начинают идти намного легче и увеличение дохода идет как снежный ком какой-то как снежный вал потому что вот эти сто сто пятьдесят тысяч рублей это самое сложное но у тех клиентов которые ко мне приходят с которыми мы работаем получается так сегодня буду приводить примеры почему мы не можем достичь такой суммы доходов сегодня мы поговорим мы сегодня протестируем ся и медитации мы уберем добрый вечер видно видно слышно отлично youtube напишите как меня видно как меня слышно чат находится с правой стороны в стороне в правой стороне вот так скажем почему мы не можем достичь дохода сто сто пятьдесят тысяч рублей в месяц что мешает сегодня мы разберем все причины может быть где-то у вас отзовется вы обязательно пишите если где-то вы поймете что у вас есть такая проблема то вы сегодня можем немножечко ее проработать чтобы потом вы сами или при помощи меня с помощью меня мы могли это все до убирать почему-то чат-чат соединение с чатом прервано но мы пытаемся восстановить подождите почему-то почему-то мы начнем беседу посмотрим что там с чатом пишите под видео где написано кто находится в ю тубе пишите оставить комментарий пишите комментарии тогда внизу видео я буду вас смотреть хорошо как меня видно как меня слышно картинка у меня идет как у вас напишите кто хочет доход сто сто пятьдесят тысяч рублей ежемесячно получать а если у вас уже есть такой доход то какой бы вы доход хотели получать на самом деле может быть вы уже получаете сто пятьдесят тысяч ежемесячного дохода какой бы доход хотели вы получать и может быть что мешает или какие преграды на вашем пути или вы может быть что-то не можете понять почему у вас так или иначе иначе все это протекает я смотрю все мне так 12 зрителей в ю тубе мне хочется услышать видят ли они меня потому что люди подписывались ждали чат с правой стороны почему-то не работает соединение с чатом прервано написано в ю тубе пишите под видео где написано оставьте комментарий пишите комментарии как меня видно как меня слышно а мы начнем с вами беседовать 500 тысяч рублей это сейчас на 500000 рублей получаете или вы хотите получать ежемесячный доход 500 тысяч рублей а 150 уже у вас сейчас есть ежемесячного дохода правильно я вас поняла хочу 500 тысяч а 500 тысяч рублей это насколько больше чем вы получаете сейчас дохода как показывает практика вот сегодня мы как раз об этом будем говорить про эти страхи как показывает практика если мы загадываем себе доход ежемесячный больше чем в два раза от той суммы которую мы сейчас получаем то это очень сильно пугает людей то есть мы не умеем пользоваться этими деньгами существует такое понятие как энергопотенциал четыре раза сегодня я расскажу почему четыре раза это но не экологично для вас и для вашего подсознания нужно увеличивать в два раза потом еще в два раза то есть это будут быстрее доходы мы будем быстрее выходить на нужные нам доходы существует такое понятие как энергопотенциал каждого человека то есть каждый из нас может удержать какую-то сумму денег какие-то вещи материальные которые мы можем потрогать то есть это машины это квартиры это одежда и все это стоит каких-то денег то есть у каждого из нас энергопотенциал разный от чего это зависит это зависит от наших вибраций это зависит от нашего подсознания сколько мы можем удержать потому что очень страшно бывает использовать что-то дорогое у нас существует подсознание очень много блоков на самом деле их огромное количество по деньгам у кого-то их побольше и приходится работать побольше с собой приходится работать побольше со своим энергопотенциалом у кого-то их поменьше и мы бывает что копнем два раза там одну-две сессии и сразу деньги полились рекой а кто-то уже рождается с хорошим финансовым потоком таких людей очень мало но я видела таких людей то есть у них они как будто из воздуха деньги делают конечно работают но у них это происходит все легко и просто не так как допустим у других людей которые поднимаются вверх то падают то у них какие-то тяжелые трудности на пути то они тяжело работают и складывается такое впечатление что деньги даются тяжелым трудом который приходит у нас по родам какие у нас есть ограничения в деньгах что уменьшает наш энергопотенциал энергопотенциал уменьшает наш наши родовые программы то есть рот это основное вот сейчас мы провели родовую программу родовой тренинг 3 трехдневный немножечко измененные уже во втором варианте у нас и там очень много программ по деньгам потому что наши родители наши предки богаты богата практически никогда не жили если жили богата то они за это богатство там аламальское поплатились очень сильно и очень много убеждений что нельзя ни в коем случае нельзя быть богатым но это вообще страшно опасно и вообще нельзя высовываться то есть нужно жить скромно это советский союз у нас да деньги это зло допустим когда я провожу тренинги оффлайн вживую но стоит там 15 или 20 человек и мы тестируемся мышечным тестом а я говорю деньги это зло и все качаются мышечным тестом надо до деньги это зло то есть это у нас у всех записано деньги это зло по роду идет и ну и в роду там очень много всего было и отказ от денег и деньги не нужны были и отказ от богатства также идет от родителей то есть что говорили родители нежели богатые нечего начинать мы на тренинге по деньгам когда начали каждый писать свои убеждения что говорили родители их там было так много я даже некоторые не слышала на самом деле то есть сколько потопаешь только и полопаешь без труда не выловишь и рыбку из пруда без бумажки ты там букашка и так далее и тому подобное достиг все родовые убеждения не у нас записаны и они нас немножечко тормозят то есть откат назад идет уменьшают наш энергопотенциал что еще любовь к себе любовь к себе это основное если мы не любим себя если мы не уважаем себя если у нас нет уверенности неуверенные люди мы с вами то эта платформа любовь к себе эта платформа то какие деньги большие к нам пойдут они пойдут но в том количестве чтобы только обеспечить себя но на какую-то дешевую одежду может быть на какую-то дешевую еду и чтобы вырастить детей чтобы тютелька в тютельку хватало этих денег потому что я не люблю себя и я не разрешаю самой себе или самому себе баловать себя тратить на себя покупать и дорогие вещи дорогую одежду и так далее я всем рассказываю историю как я приезжала сюда в красноярск и я копила деньги я приезжала там на обучение на интернатуру я копила деньги и девчонки с которыми мы жили они ходили пить пиво в открытые открытые эти кафе раньше были такие на улицах а я за сессию там за три-четыре недели которые мы учились я два раза позволяла себе в дорогое заведение здесь красноярске сходить попить кофе капучино где был нарисован листочек и для меня это было очень важно то есть я могла себе позволить там за 150 или там за 180 рублей этот кофе и меня никто не понимала я ходила туда одна то есть вот это вот это одно из проявлений тоже же любви к себе на самом деле то есть мы не любим себя мы не принимаем себя то есть это тоже понижает нашу энергию которой мы можем удерживать деньги страхи очень много страхов по деньгам огромное количество мы работали с девушкой в иркутске мы начинали с ней работать по уверенности она все время впадала в какое-то депрессивное состояние она была недовольна собой она не была недовольна всегда своей жизнью хотя у нее было в жизни вообще все изумительно идеально прекрасно то есть у нее у нее там хороший муж прекрасный ребенок там квартира прекрасно то есть все что в нашем человеческом понимании у нее было все и на все время впадала в какое-то депрессивное состояние она очень сильно себя обесценивала и было очень много разных нюансов мы начинали с ней поэтому работать потом и начали работать по деньгам и через год в апреле прошлого года ей а у нее была зарплата по моему или 55 тысяч рублей ежемесячно или на 60 тысяч рублей и ей добавили зарплату сделали 80 тысяч рублей она это приняла она обрадовалась то есть она к этому была готова но через три месяца и еще добавили зарплату и заплату не осталось 100 тысяч рублей вот здесь она напугалась очень сильно что за все в жизни нужно рассчитываться расплачиваться то есть у нее такие страхи она начала звонить в свой отдел кадров она начала звонить мне что юли что происходит я не могу понять она три месяца сливала эти деньги то есть тратила куда попало лишь бы от них избавиться то есть вот такой страх что за все в жизни нужно рассчитываться рассчитываться это там и жизнью детей и своим здоровьем то есть вот мы поэтому работали вот с этими страхами сейчас прошел практически год вот она звонила мне позавчера ей предложили работу теперь у нее доход будет сто тридцать пять тысяч рублей то есть представьте вот за год как у нее пошло 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 и на новые 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 уровни выводит ее вот этот денежный поток который мы открыли мы очень хорошо с ней поработали очень много всего проработали и теперь прям у нее все легко и просто одной она научилась радоваться жизни то есть совершенно другой человек стал какие еще страхи бывают очень часто бывает что у женщин если я буду богатой если я буду зарабатывать большие деньги то меня бросит муж это прям очень часто бывает это было у меня на самом деле что мужчина обидится развернется и уйдет то есть эти страхи есть это тоже у нас по роду идут потому что мужчина и женщина в нашем понимании не равны мужчина должен приносить деньги мужчина должен больше зарабатывать и вот этот вот страх что если я буду успешнее чем он то он меня бросит я сейчас как раз пишу диссертацию на тему как переживают супруги карьерный рост друг друга то есть как они реагируют как на это реагируют женщины как мужчина собирая как раз информацию у меня будет диссертация а вот по поводу этих страхов как карьерный рост переживают супруги и кто кого может бросить или не может бросить то есть научной точки зрения я вам потом об этом расскажу когда проведу исследования также есть страхи что у богатых людей дети пошла реакция на тему денег она давно в люстре лампочка мигает пошла реакция на тему денег нельзя видимо совсем быть богатой а еще существует страхи что если я буду богатой если мы будем богата допустим жить наша семья или лично я буду богатой то мои дети будут наркоманами может быть не будут работать потому что сложилось такое впечатление что у богатых людей но дети не путевые и поэтому мы себя ограничиваем в этих деньгах чтобы вырастить хороших порядочных детей потому что ну кому хочется чтобы ребенок был какой-то там не очень хороший человек а вот эти страхи тоже есть и они прям очень часто присутствуют что у богатых людей деньги у дети плохие бывают страхи что меня ограбят если я буду богатым богаты меня ограбят меня накажут мне придется рассчитаться там за эти большие деньги своим здоровьем страхов на самом деле огромное количество нужно еще уметь принимать желаемое то есть мы говорим о том что я вот хочу это я вот хочу это когда вот это наше желание в жизнь приходит мы не умеем его принять мы не умеем это оценить мы начинаем или бояться или мы начинаем от этого отказываться что я вообще не этого хотел не этого хотела то есть это тоже очень часто бывает мы начинаем обесценивать то что дала нам вселенная на самом деле то есть мы не умеем принимать подарки от вселенной мы не умеем слышать о чем нам говорит вселенная в виде каких-то людей виде каких-то ситуаций очень часто люди сидят такая детская позиция что вот я буду сидеть говорить аффирмации или просто хотеть не знаю там 500 тысяч рублей но при этом ничего делать не буду ну такая детская позиция когда ты ничего не делаешь и когда ты вот просто вот хочешь финансовый поток тоже не увеличится то есть нужно предпринимать какие-то действия даже маломальские действия могу делаю или хочу и делаю то есть нужно встать открыть я не знаю хотя бы дверь чтобы деньги туда вошли или выглянуть в окно чтобы кто-то тебе сказал что тебе почтовый перевод пришел или что-то еще то есть мы должны что-то хотя бы дело для того чтобы эти деньги появились очень часто бывает еще у нас что еще понижает наш энергопотенциал еще мне не нужны деньги деньги это плохо деньги это зло богатые люди это плохие люди то есть сложилось тоже такое впечатление или это пришло у нас по роду что богатые люди это не очень хорошие люди и поэтому я не хочу быть плохим человеком я лучше буду вот середину чеков нежели богатой ничего начинать на самом деле вот так у меня была одногруппница мы встречались я в Иркутске проводила по деньгам тренинг трехдневный по моему он был она пришла на первое занятие мы проводили там ментальную практику это нейропсихология деньги за 68 минут за 68 секунд деньги она там по присутствовал потом мы на второй день она пришла мы убирали убеждению не было убеждение что мне деньги не нужны она была очень удивлена на третий день она не пришла сказала что юлия ты знаешь я не очень в это верю и ты меня извини я больше не приду через полгода она мне позвонила и сказала ты знаешь я тебе очень благодарна у меня увеличился доход в два раза как мы загадывали то есть все-таки видимо твои эти программы и твои эти ментальные практики они работают я тебе очень благодарна и я хочу тебе прийти еще раз потому что я хочу много чего в жизни в свои изменить то есть это очень хорошо что человек оценил понял откуда это идет она осознала то есть осознанность это тоже повышение энергопотенциала то есть откуда что приходит откуда кармические какие-то наши ситуации то есть в лоб прилетела или какое-то счастье пришло в нашу жизнь то есть мы тоже должны очень хорошо это все осознавать вот пожалуйста одно убеждение у него было такое очень мощное мне не нужны деньги которые мы убрали и она делала эту практику не знаю почему она начал по продолжила ее ее делать но очень хорошие результаты у нее бывает еще что я не могу действовать то есть я вот хочу эти деньги или я хочу новую работу или я что-то еще хочу развиваться но наступает лень или самосаботаж зачем тебе это нужно до завтрашнего дня начнем давай не ходи туда там плохие люди и так далее то есть лень и самосаботаж это тоже нужно смотреть что это какие программы за ними стоят скорее всего это страхи какая-то неуверенность возможно или какие-то блоки в подсознании которые говорят что ты что не делай этого ни в коем случае а то ты станешь богатым а там нужно жить скромно или нельзя высовываться или не нужно никак проявлять свои таланты то есть тебе нельзя у тебя же клятва быть бедным те же клятва там отказываться от денег и так далее ты что то есть нужно смотреть почему мы ленимся и с этим нужно обязательно работать здесь нужен специалист и с этим нужно посмотреть то есть я думаю что это очень легко исправить вот эту лень самосаботаж если это у вас есть то с этим нужно обязательно работать нужно смотреть еще бывает что люди не знаю чего хотят то есть я хочу больших денег вот я хочу зарабатывать или я хочу ежемесячный доход 500 тысяч рублей так что мы будем делать для того чтобы получить ежемесячный доход 500 тысяч рублей распишите мне пожалуйста на бумажке человек впадает ступор что он будет делать я не знаю то есть чтобы нужно что-то для этого делать то есть я не знаю чего я хочу я не знаю как я буду достигать вот этого большего заработка нужно обязательно это все прописывать нужно обязательно все высчитывать потому что наше сознание играет но тоже немаловажно пусть она 10 процентов но она играет огромную роль и сознание должно понимать что до вот отсюда вот отсюда должны прийти деньги вот это я буду делать вот это я буду делать то есть все все понятно и сразу начинают эти деньги когда приходит понимание еще вот у меня девушка была вот она по моему она здесь как раз приходила по поводу денег по поводу развития бизнеса и мы начали с ней смотреть когда там много жизни назад то есть убеждения в нашем подсознании возникают не только по линии рода они возникают не только из опыта которым мы здесь прожили и сделали какие-то выводы они еще приходят из прошлых жизней и вот у нее там более 50 перерождений назад мы смотрели хрониках акаши она была молодым человеком жила на полную ногу на полную катушку то есть там очень богатый очень развратный делал что хотел но за это пришлось поплатиться и то есть уже много-много перерождений жизнь не дает ей стать богатой стать успешной и в этой жизни она уже выбрала родители очень религиозных ну чтобы может быть отмолить это все как-то каким-то образом получить за эти грехи освобождение но религиозная семья усугубила своими убеждениями потому что религия это страдание в нашей россии христианская религия это страдание нужно много страдать а тогда мы попадем в рай и практически у 90 у 90 там 5 процентов всех клиентов которые ко мне приходят вот я должна страдать для этого страдать а страдание то что это безденежие это может быть больные дети это может быть одиночество это там любые проявления этих страданий бывают и усугубились вот у этой девушки как раз эти религиозные еще убеждения что нельзя высовываться должна жить вот как мои предки жили то есть должна много работать и так далее и тому подобное то есть мы убирали вот это вот еще из прошлых жизней из через хроники акаши и там другими методами еще пользовались то есть бывает и такое что мы несем еще из прошлой жизни какой-то хвост за нами тянется который а нужно проработать который уменьшает наш энергопотенциал и не дает нам быть успешными что еще у нас бывает что вам отзывается напишите пожалуйста вот что вам отзывается мы сейчас будем протестируем несколько убеждений может быть включим то что вам вот я сейчас проговорила вы можете узнать о себе что-то новое это же интересно мне кажется кто смотрит в ю тубе напишите пожалуйста вот где под видео написано оставьте комментарий понятно ли вам и как меня видно как меня слышно кто смотрит в инстаграм пишите что-то звалось страхи родовые убеждения не любовь к себе не нужны деньги лень самосаботаж мы с вами разобрали не знаю чего я хочу у меня деньги идут в основном через мужа я хочу сама там тоже нужно смотреть почему через мужа почему я не могу стать успешным может быть я возложила всю ответственность на супруга потому что мужчины должны зарабатывать деньги еще бывает такая ситуация что человек никогда отказывается от денег когда у него в подсознании есть что деньги не нужны ли я не достоин а быть богат и недостоин притягивает к себе финансовый поток занимается практиками какими-то прорабатывает каким-то образом энергия денег идет но у человека не остается и распределяется на людей которые находятся рядом то есть и вот на этой неделе мне звонила как раз девушка добрый вечер добрый вечер на этой неделе мне как раз звонила девушка и говорила что я очень много с собой работаю но почему-то все вокруг меня становятся богатыми и счастливыми только не я то есть все я все как будто отдаю другим людям то есть у нее отказ от этого счастья отказ от денег и так как она с собой работает энергетический поток идет но это все расходится кто рядом находится куда тоже должна эта энергия деваться деньги как будто не для меня неудобно цену поставить неудобно с людей деньги брать это очень часто тоже бывает да кто занимается не на не работает на работе по найму где есть вот зарплата вот такая и все то есть и здесь ты спокойно получаешь вроде бы не сам не устанавливаешь эту цену а когда ты начинаешь сам работать то это становится очень неудобно об этом говорить в нашем обществе долгое же время был советский союз и бизнесом нельзя было заниматься в общем про деньги говорить было стыдно деньги же это стыдно стыдно быть богатым саботаж лень страх ограбления что пострадают родные а саботаж видимо из-за страха из-за страха что ограбят убьют еще какие убеждения еще я хотела вам рассказать историю то есть было тоже мы у нас был групповой тренинг по деньгам и женщина сказала что у нее был доход 120 тысяч рублей ежемесячный все так хорошо и она приехала к отцу в гости и говорит папа я так хорошо живу у меня вот я столько денег получаю там меня все так хорошо и отец так напрягся то есть для него это сумма 120 тысяч рублей это прям огромная сумма его это напугало и он выкинул такую фразу смотри не подавись и после этого все деньги у нее закончились то есть теперь она практически на нуле и восстановить никак не могла и мы давай тестировать вот если я буду богата если я буду там иметь такой-то доход то я подавлюсь ну я не знаю сколько там человек 10-15 может быть на тренинге было ни у кого не было этого убеждения что я подавлюсь а у нее было то есть отец родительские вот эти вот программы они как благословение что мать говорит когда ой бедненькая моя у и бедненькие мои дети то есть она как будто благословляет на бедность на несчастье точно так же и отец что смотри не подавись этими деньгами и все и на этом все закончилось то есть могут это как раз прорабатывали вот они родительские какие-то программы наши страх что если я заработаю что-то добьюсь то придут родные все разрушат бывают вот еще хотела да спасибо светлана что вы написали что очень часто люди отказываются от денег потому что им кажется что они будут содержать всю свою семью будут отдавать все свои деньги своей семье им придется всех содержать это большая это большая ответственность и с этим даже не хочется связываться и поэтому у людей деньги не идут то есть они даже осознанно этого не понимают когда мы начинаем тестировать они говорят ну да да есть да я это когда-то даже осознавал вот сейчас как-то немножечко забыл то есть вот эти программы есть на самом деле я красивые картины делаю а цену на них поставить не могу просчитываю цену кажется сильно дорого у людей нет таких денег вроде чушью занимаюсь то есть картины продавать это чушь на самом деле да наталья потому что мы во первых мы судим людей по себе нам кажется что если мы такую картину не купим или мы не сможем заплатить такую цену то никто не сможет заплатить такую цену то есть это ошибочное убеждение мы начинаем сравнивать свои своих тараканов в голове с тараканами других людей то есть мы начинаем додумывать за людей мы начинаем как-то как-то занижать оценку снижать людям то есть мы начинаем залазить в чужой карман то есть а вдруг у него денег таких нет и так далее то есть этого вообще делать не нужно бывает что человек и с низким доходом бывает купит или картину или что-то очень ценное для него ему это понравится и даже за большие деньги быть благодарен на самом деле так бывает не нужно лазить в карман другому человеку значит страхи у всех да что нужно сделать чтобы смогут я тоже раньше так думала вот ведь вам уже подсказывает что смогут значит что нужно сделать чтобы увеличить свой доход во первых нужно начинать работать с собой то есть нужно начинать читать книги нужно проходить какие-то тренинги нужно начинать действовать нужно вот мы сегодня записывали мы готовимся к большому марафону по стройности по похудению и мы сегодня записывали видео ролик с моей одноклассницы она доктор по эфирным маслам и для нее это был такой стресс на самом деле она так была возбуждена никак не могла успокоиться и говорит зачем ты меня в это втянула я говорю слушай если ты не начнешь заниматься чем-то новым а будешь делать все по старинке то есть ты не шагнешь на следующую ступень развития на следующую ступень доходов то есть может быть где-то страшно может быть где-то непонятно но нужно действовать то есть могу и делаю вот мы чему-то научились в тренингах мы почитали какие-то книги и мы начали действовать то есть что нужно для этого сделать можно поменять род деятельности то есть если я здесь работаю работаю ничего мне не происходит то есть что я хочу бывает очень много убеждений клятв обетов что я не должна показывать свои таланты мне нельзя то есть мы вот с девушкой работали и вдруг она начала делать какие-то сережки сейчас вот я в ее сережках и сейчас она их продает очень успешно то есть у нее открылся такой талант который она прятала в себе а это же тоже доход это дополнительный доход и очень хороший на самом деле нужно стать смелее то есть мы чего-то очень часто боимся мы не уверены в себе мы не любим себя нужно работать со своими установками что я не уверенный что у меня не получится что я там начинаем обесценивать себя да кто я такая что цена там моей моих услуг очень низкая и я вообще ничего из себя не представляю так далее нужно научиться вкладывать себя деньги нужно перестать экономить на себе маленькими какими-то шашечками что-то себе разрешать в течение там один раз в неделю два раза в неделю то есть это уважение к себе это принятие себя это любовь к себе то есть это тоже притягивает какие-то деньги хороший увеличивает нас доход нужно перестать жить жизнью других людей нужно перестать додумывать за людей нужно перестать жертвовать своим временем и своими деньгами нужно то есть очень часто бывает когда женщина много работает то есть мы же вроде бы равные но женщина ходит на работу и может быть даже еще и больше зарабатывает чем муж но она приходит домой и она начинает что-то вкусненькое там готовить стряпать ухаживать убирать заглядывать в глазки то есть вот это вот жертвенность и ей некогда заняться чем-то своим ей некогда заняться хобби и некогда сходить в спортзал потому что она уже к вечеру как выжатый лимон она жертвует собой там для детей для мужа она не живет своей собственной жизнью а кто сказал что вот одинаково работая вы должны еще что-то до изнеможения делать дома то есть это неправильно это тоже устаревшие родовые убеждения когда-то женщина сидела дома а мужчина или ходил на работу или что-то там чем-то занимался тогда это было правильно сейчас же все поменялось то есть мы все равнозначные и мужчина может за вами ухаживать может себя обслуживать и дети точно так же и у таких женщин еще дети более самостоятельные которые любят себя которые уважают себя намного самостоятельные дети и еще выходят в жизни становятся намного успешнее то есть нужно посвящать себе больше времени нужно перестать жертвовать собой жить чужой жизнью и нужно научиться себя ценить и перестать себя обесценивать то есть есть такая еще техника когда мы начинаем что-то делать новое задайте себе вопрос а кто меня оценивает а мама мне вообще разрешает кто меня оценивает то есть мы еще часто живем для окружающих людей а что скажут люди а что скажут люди для нас это важно мы работали когда на тренинге первые три занятия прошли тренинг деньги в удовольствие у нас с нами была молодая девушка и вот у нее нужно было немножечко совсем проработать получается мы вот эту вот оценку себя низкую самооценку проработали мы поработали что для меня важно мнение окружающих людей есть сразу же зажидали на работе большую премию то есть это была прям большая радость понимаете как это работает то есть чуть-чуть убрали чуть-чуть копнули и сразу пошли деньги сразу показали что да ты молодец и вот сейчас вот у тебя будет все хорошо и будут совсем другие деньги то есть это как подтверждение было того что будут другие деньги нужно есть такой грегор и грегор денег что такое грегор это поле где собирается информация по тому или иному направлению то есть мы думаем о деньгах мы тратим эти деньги мы привлекаем эти деньги мы что-то с ними делаем есть и грегор богатых людей то есть они каким-то образом там думают они каким-то образом там этими деньгами распоряжаются и мы можем войти в этот и грегор богатых людей то То есть это разрешается, ничего в этом запрещенного нет. Нужно просто внутри себя почувствовать, что да, я могу быть богатым человеком. Я могу там иметь, я не знаю, пятеро детей, могу быть хорошей матерью, могу быть хорошей женой и могу быть богатым человеком, богатой женщиной, богатым мужчиной. И мы можем договариваться с этим игрой-игром. То есть нужно прописать, что именно я хочу, как именно я буду думать, как именно я буду над собой работать. И эгрегор, вот допустим, существует эгрегор денег, существует эгрегор материнства, существует эгрегор, я не знаю, там, ценности себя. И они между собой очень спокойно могут договориться. Если вам интересно, то я могу в следующий раз предложить, сейчас у нас маловато времени, предложить, как работать со своим эгрегором и как писать правильно декларацию этому нашему эгрегору денег, как нам туда встроиться в эгрегор богатых людей. И не забудьте, пожалуйста, что существует такое понятие, что беру и делаю. Я буду получать, допустим, большую сумму денег. Я буду получать там 150 тысяч рублей. Я увеличу свой доход в два раза. Что я могу принести этому миру ценного? Вот я, допустим, договаривалась с эгрегором денег так, что я буду вести школу парапсихологии, я буду делать людей счастливыми, я буду работать с людьми и станет больше счастливых, богатых людей в этом мире и станет сильнее эгрегор счастья. Но я прошу за это, то есть вот такую-то сумму денег. Точно так же вы, что вы можете дать этому миру, чтобы вырос ваш доход? Чем ценно вы для этого мира? Почему должны деньги прийти именно к вам? Обязательно нужно об этом подумать. Это прям очень важно. Что я могу дать, чтобы Вселенная, чтобы вся энергия этой земли вот так перестроилась, чтобы мне пришло больше энергии, мой энергопотенциал, когда я могу удержать больше денег, он вырос. Чем я ценна для этого мира? Если я не знаю, чем заняться? Ну, нужно искать, нужно смотреть самое такое простое упражнение, чем я любила заниматься в детстве. То есть мы все дети из детства. И в детстве у нас проявляются все таланты. Но потом мы или подстраиваемся под родителей, или подстраиваемся под это общество, и эти таланты гаснут, затихают. Я вот, например, очень любила, то есть я вспомнила об этом совсем недавно, я очень любила, я ходила по огороду и вела передачу «Наш сад». Я рассказывала про каждое дерево, я будто бы микрофон держала. То есть мне хотелось быть ведущей, мне хотелось быть на виду, видимо. Для меня это было прям очень ценно. И я играла в эту игру очень часто. И только сейчас я вспомнила, то есть мы все из детства. И я сейчас как раз этим занимаюсь. Я держу микрофон, я вам что-то рассказываю. Я ведущая, ну, может быть, не наш сад, но близко к этому. То есть нужно вспоминать, чем мы любили заниматься в детстве. Поспрашивать родителей, когда, в какой момент мы забыли, чем мы любили заниматься. Я ищу себя на протяжении года. То есть, ну, вот это вот самый такой легкий вариант. То есть нужно вспомнить, какие таланты были в детстве. Начнем медитацию. Да, вот Наталья пишет. Хотела помогать детям. И очень много лет отработала в детском доме, потому что у нее была картинка. Мальчик, по-моему, из детского дома. Она плакала, прям сильно хотела работать в детском доме. И много лет она там отработала. То есть вот это вот желание из детства привело ее как раз в реальность, где она была воспитателем в детском доме. Давайте начнем медитацию. А, нет, давайте мы сначала протестируемся. Где-то я написала здесь установки. Все ли умеют тестироваться? Сейчас я вам покажу. Напишите себе на бумажке. Если есть, если нет, то посмотрите. Мне можно иметь доход. И какой вы хотите доход? Вот, допустим, 500 тысяч рублей, кто-то писал. Мне можно иметь доход в месяц 500 тысяч рублей. Напишите, увеличите в два раза. Вот тот доход, который вы сейчас имеете, увеличите в два раза и напишите в этом убеждении. Мне можно иметь доход в месяц в столько-то рублей. Столько-то тысяч рублей. Я разрешаю себе иметь доход в месяц столько-то тысяч рублей. Увеличиваем в два раза. Больше не надо, потому что там страхи будут. То есть мы еще не привыкли, и наше сознание, наша психика не привыкла. Вот в два раза. Будет ли вам комфортно? Мы как раз сейчас протестируем. Мне можно иметь доход в месяц столько-то рублей. Я разрешаю себе иметь доход в месяц столько-то рублей. Записывайте, пожалуйста. Я ценность. Я ценю себя. И деньги даются тяжелым трудом. Мы сейчас в медитации как раз будем убирать эти все убеждения. Прорабатывать. Я ценность. Я ценю себя. Деньги даются тяжелым трудом. Смотрите, мы вот так встаем. Ноги параллельно. Как на лыжах едем. Закрываем глаза, чтобы сознание нам не мешало. Делаем вдох, выдох. Еще раз вдох. И выдох. Расслабляем плечи, руки, лицо, шею, голову. Глаза закрыты. И говорим, это мое да. Да, это всегда вперед. То есть, но телом не управляем. Тело должно само качаться. Выпейте обязательно воды, если вы давно не пили. Пока я сейчас показываю. Потом мы говорим, это мое нет. Нет, это всегда нет. Не надо. Не надо. То есть, это назад. Сейчас протестируем эти несколько убеждений, которые мы в медитации сейчас с вами уберем. Вставайте. Ноги параллельно. Закрываем глаза. Делаем вдох. Глубокий вдох. И выдох. Расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Делаем еще раз вдох. И выдох. Расслабили плечи, руки, лицо, шею, голову. Глаза закрыты. Повторяйте за мной вслух или про себя. Это мое да. Это мое нет. Куда качнулось тело. И повторяйте сейчас за мной убеждения. Мне можно иметь доход в месяц. И какая у вас сумма получилась, если умножить на 2? А ну, кто писал 500 тысяч, попробуйте 500. Мне можно иметь доход в месяц столько-то рублей. Если да, то вперед, если нет, то назад. Я разрешаю себе иметь доход в месяц. И вот эта сумма, которая у вас там получилась. Столько-то тысяч рублей. Я ценность. Добрый вечер. Сейчас я ценю себя. Деньги даются тяжелым трудом. Напишите, что у вас получилось. Разрешаете ли вы иметь себе доход в месяц в 2 раза выше, чем сейчас имеете? Считаете ли вы себя ценностью? Если вы на кукол умеете шить одежду, то это очень хорошо. Это на сегодняшний день тоже очень востребовано. Нужно посмотреть, в каком направлении двигаться. И можно двигаться в этом направлении. Как раз шить на кукол одежду. То есть где это востребовано. И можно этим заниматься. Все нет. А, то есть и доход нельзя иметь, Светлана пишет. И не разрешаю, и не ценности, не ценю себя. Но деньги не даются тяжелым трудом, да? Ютуб пишите внизу, где написано оставить комментарии. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Я разрешаю себе иметь, а все остальное нет. То есть такую сумму разрешаю себе иметь. Все, да? Последнее нет. Ага, деньги даются тяжелым трудом. Так, мне можно иметь. Я разрешаю ценности. Угу, у вас отлично все. Где все, да, последнее нет. Я разрешаю себе иметь, а все остальное нет. Все отлично. Тренинг с деньгами с удовольствием прошел плодотворно. Наталья, поздравляю вас. Все проработали. Деньги даются тяжелым трудом. Угу. Когда у нас есть какое-то убеждение, то деньги действительно будут даваться тяжелым трудом. Я не разрешаю себе вот эти 500 тысяч рублей, которые вы писали, Анна, как раз, наверное, да? Вы 500 тысяч рублей там писали или в два раза увеличили? Что вы там себе не разрешаете, какую сумму иметь в месяц? И то есть нужно смотреть, почему я себе не разрешаю, допустим, такую сумму, там, 150-200 тысяч рублей. Что, почему не разрешаю? Где опасность? Где какие-то страхи? Где, может быть, рот не разрешает? Я, может быть, пообещала или поклялась воду, что я буду там в середничках. Они очень богаты. Наталья, я вас благодарю. Ага, в два раза увеличили. То есть вы даже в два раза, видите, увеличили. А, ну, может быть, 500 тысяч рублей у вас было в четыре раза. Даже в два раза, то есть вы себе не разрешаете. Поэтому нужно сначала вот в два раза проработать, а потом мы идем в четыре раза увеличиваем. То есть все делаем постепенно. Вот эти вот все направления, вот Наталья, видите, как раз пишет, что благодарны, и что все убеждения проработаны. Мы все, вот все это, все направления, потому что деньги – это очень много аспектов жизни, о чем мы сейчас говорили. Мы прорабатываем на тренинге деньги с удовольствием. Там у нас получается больше 40 часов мы работаем, мы выгружаем, мы что-то новое загружаем, мы делаем очень сильные медитации, мы делаем очень сильные практики. Там я применяю разные техники работы, это тета-хиллинг, это нейропсихология, это классическая психология, это энергии, с которыми мы работаем, то есть очень сильные, очень секретные. То есть там прям очень сильный тренинг, когда мы можем все проработать за очень маленькие деньги на самом деле, то есть изменить много чего и по-другому себя чувствовать и открыть свой денежный поток. Сейчас мы начнем медитацию. Кто находится в прямом эфире в Инстаграм, давайте я сейчас завершу и снова включу, потому что через час прямой эфир может выключиться, и вы выключитесь как раз на середине медитации. На середине медитации. Я сейчас завершу и снова подключусь. Кому интересна медитация, где мы будем прорабатывать вот эти вот убеждения, будем увеличивать энергопотенциал, энергопоток свой денежный, я буду с вами работать в хрониках Акаши, и мы откроем энергию в третьей и четвертой чакре, то есть которая находится в солнечном сплетении и которая находится в груди, то есть сердечную, это любовь к себе, это принятие себя, это принятие всего этого мира, то есть мы как раз энергиями это все проработаем и уберем эти убеждения, которые вы у себя нашли сегодня. Так, я завершаю и сейчас подключусь. Так, минуточку, сейчас я включу музыку. Я включаю музыку, пишите, не слишком ли громко вам эта музыка. Сейчас мы настроим медитативное. Кто смотрит в инстаграм, музыку слышно не будет. Кто смотрит в инстаграм, музыку слышно не будет. Мы будем, следуйте за моим голосом. И поработаем очень плодотворным. Закрываем глаза, расслабляемся, можно попить воды. Я у вас буду спрашивать во время медитации, согласны ли вы убрать убеждения негативные, которые мы сейчас нашли, и загрузить позитивные. Без вашего ведома я не имею права лазить в вашу голову, менять что-то в вашей голове, в вашей психике, поэтому вы мысленно или вслух говорите да. Если не согласны, то просто говорите нет, и там загрузки и нейронные связи не уберутся, старые не разорвутся, новые не образуются. Закрываем глаза, кто смотрит в инстаграм, музыки не будет слышно, кто смотрит в ютуб, музыка идет. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох и выдох, расслабляемся, расслабляемся свое тело. Еще раз делаем глубокий вдох и выдох. Представьте, как из ваших ног начинают расти огромные-огромные корни. Огромные-мощные корни, которые идут через весь бетон, стекло и входят в землю. И прорастают до самого центра земли, до магнума. Вдох-выдох. И энергия земли начинает идти по этим корням вверх. Входят ваши ступни, икры, бедра, ваш таз. Идет по вашему позвоночнику. Наполняет ваши руки, шею, голову, лицо. Давайте вдохнем три раза своими ступнями этой энергии земли. Вдох, втягиваем энергию через ступни и выдох, выталкиваем энергию через каждую клеточку нашего тела. Еще раз вдох, тянем энергию ступнями с самой земли. И выдох, выдыхаем из каждой клеточки нашего тела. И еще раз вдох, и выдох каждой клеточкой нашего тела. Вдох. И теперь начинаем вдыхать макушкой энергию из вселенной. Вдох макушкой, белая, светлая, жемчужная энергия. И выдох каждой клеточкой нашего тела во все стороны. Вдох. Еще раз вдох макушкой и выдох во все стороны каждой клеточкой нашего тела. Вдох. И еще раз вдох макушкой. Вдох. И выдох. А теперь представьте огромное золотое солнце напротив вашей сердечной энергочакры в районе сердца. И начинаем дышать сердцем из этого золотого солнца. Вдох. И это золото, эта золотая энергия наполняет нас изнутри каждую клеточку нашего тела. И выдох каждой клеточкой. Еще раз вдох сердцем. Вдыхаем золотую энергию и выдох во все стороны. Вдох. 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 ваше убеждение что мне нельзя иметь доход в месяц какую сумму вы говорили что я запрещаю себе иметь доход в месяц которую сумму вы говорили я ценность нет я ценю себя нет деньги даются тяжелым трудом и все страхи которые у вас есть которые мы нашли что вас ограбят может быть что ваши дети плохими людьми если вы будете богаты может быть вас бросит муж или жена или какие страхи вы нашли себя когда я говорила вспомните их представьте как у вас в поле и вашем физическом теле происходят вспышки вспышка возле лба такая яркая мощная и что-то вылетает из вашего поля уходят эти убеждения не нужны вспышка внутри головы маленький взрыв или большой взрыв и освобождаетесь от тех страхов и тех убеждений тех родовых программ возможно которые у вас находятся и не дают увеличить ваш доход до того состояния которое вы хотите и еще одна вспышка сзади лопаток прям взрыв что-то взорвалось что-то улетела из вашего поля из вашего физического тела на освободились тех страхов тех плохих ненужных убеждений уверенностью что вы не имеете ценность от уверенности что вы не знаете чем хотите заниматься что вы бесполезный человек и теперь представьте как сверху из вселенной идет огромный огромный луч света белого цвета и он и происходит вспышка в районе лба и что-то встраивается новое новое убеждение чувство безопасности снова возникает вспышка в середине головы что-то встраивается туда что-то новое лучшее что принесет вам счастье удачу и вспышка между лопаток и ваше поле и физическое тело встраивается что-то новое новое энергия новое убеждение смелости уверенность и в районе сердца тоже происходит вспышка и встраивается любовь принятие прибыль к семье принятия себя уважение обратите внимание уже совершенно новый человек с новыми возможностями делайте вдох выдох ищите силу ищите разрешение того что вам можно иметь тот доход который вы хотите ощутите себя ценностью прочувствуйте что вы ценны что очень ценны то что я делаю ощутите то что деньги это энергия и на сегодняшнего дня умеете управлять этой энергией денег и деньги приходят к вам легко и просто и вы этого заслуживаете и вам можно иметь тот доход который мы прописали у себя в голове увеличив в два раза и возвращаемся здесь и сейчас открываем глаза пьем воду пошевелите руками ногами вдох выдох что вы чувствовали напишите как прошла медитация все ли у вас получилось еще я хотела сказать что нужно обязательно избавиться от внутреннего состояния должника то есть на тренинг и деньги с удовольствием мы прям пишем таблицу кому и что я должна кармические долги и попытайтесь избавиться от слова должна я должна не знаю ходить на работу я должна готовить есть я должна что там еще я должна или я должен то есть как я там жертвую собой долгов нет и я никому ничего не должна на самом деле расширяйте свою зону комфорта разрешайте себе немножечко больше чем вы разрешаете сейчас обязательно начинайте ходить на тренинги обязательно начинайте чему-то новому учиться потому что это движение вперед это принесет вам новые возможности я вас приглашаю на тренинг деньги с удовольствием школе парапсихологии юлии будари вы прям очень сильный и мощный тренинг я там дала все что умею и знаю и даже больше на самом деле прям приглашаю если вы хотите стать богаче или приглашаю на тренинг который стоит очень дешево называется я принимаю себя это про любовь к себе вы посмотрите любите ли вы себя и почему не можете увеличить свои доходы до 100 до 150 тысяч рублей девушки пишут круто какие-то страхи вылетели хорошо супер только подташнивала слегка наталья но снова высокие вибрации там хроники акаши я там на вас поставила еще будет работать течение какого-то времени пока с каждым из вас не проработает то есть будут очищать эти две энергочакры чтобы было полегче чтобы энергетический поток увеличить и можно было увеличить финансы в своей жизни финансовый поток так лопатках чувствовала вибрации это очень хорошо все получилось стало как-то легко немного подташнивала сначала но это высокие вибрации и энергии с которыми я работала я вас всех благодарю кто приходил на это открытое занятие смотрите за анонсами следующее занятие у нас будет про стройность про витамины стройности мы с вами поговорим мы проверим умеем ли мы работать с собой у нас будет еще в марте очень сильная медитация где я буду на каждого кто будет присутствовать онлайн ставить космоэнергетический канал где можно будет загадывать желание то есть вы можете уже сейчас придумать свое желание этот космоэнергетический канал очень сильно будет помогать вам в реализации этого желания будет очень сильная большая медитация записывайтесь регистрируйтесь смотрите на youtube канале или в школе парапсихологии кто в инстаграм можно посмотреть в шапке профиля там все тренинги расписаны все открытые уроки все медитации расписаны я думаю что мы с вами поволшебничаем медитации у меня вообще очень сильные у меня есть очень много энергии с которыми я работаю и у вас будут прям очень хорошие результаты я вам прям это обещаю гарантирую так у меня улыбка была нескончаемая это очень хорошо благодарю дорогая я вас благодарю благодарю вас за то что вы делаете девушки я вас благодарю за то что вы хотите меняться за то что вы следуете за мной и за то что вы делаете что-то в своей жизни то есть это очень ценно на самом деле когда мы начинаем чего-то хотеть желать и начинаем двигаться вперед и начинаем что-то делать и тогда нас точно ждут очень большие изменения я вас всех благодарю я вас всех люблю подписывайтесь куда можно в школу парапсихологии на канал youtube и регистрируйтесь на большую медитацию на осознанность все до свидания хорошего вам вечера